всем привет это сто процентов первый итальянский канал на русском о консолях и видеоиграх и как вы можете заметить мы читаем каждый комментарий который вы оставляете под видео мы постарались в общем поставили микрофон и получше выкинули те петельки за 15 евро в мусорку и в общем теперь надеюсь звук будет качественный и хороший привет андрей привет румао надеемся что в данном ролике вас звук порадует за эти две недели накопилось очень много новостей я был в командировке мы физически не могли писать с андреем ролики но теперь мы реабилитировались и выпустили для вас этот замечательный 30 минутный ролик возможно 30 минут на время все что он будет 30 минут мы постараемся не затягивать и сделать его возможно даже по возможности покороче по компактному компакт не посмотрим как получится в общем мы начинаем писать этот новостной подкаст это 15 16 какой-то в общем 17 наверно по счету уже впереди был до скоро будет 20 его 20 мы будем праздновать и так чтобы не задерживать не вас не нас начинаем с новостей погнали не так давно прошел summer game fest 2024 принес множество захватывающих новостей для геймеров и одним из самых значительных моментов презентация было дополнение elden ring shadow of the r3 данное дополнение значительно расширила мир игры добавив новые зоны для исследования уникальных боссов и многочасовой геймплей что порадует как новых игроков так и старых фанатов elden ring показали официальный геймплейный трейлер который дал представление о новых локациях врагах и механиках игры в dlc добавлены новые типы оружия включая метательные кинжалы и дуэльный щит метательный кинжал могут использоваться бесконечно расходы тока выносливость а дуэльный щит совмещает защиту и атаку близкой дистанции появились также новые навыки для рукопашного боя игроки также могут сразиться с новыми могущественными боссами среди которых был показан огромный китайский лев новые локации включает в себя наследственное подземелье который предлагает сложные испытания и богатую атмосферу shadow of the air 3 введены коллекционные предметы которые пассивно улучшают характеристики персонажа увеличивая наносимый урон и эффективность эти усиления можно улучшать собирая ключевые предметы и возвращая их кострам защиты shadow of the air 3 это настоящее приключение в мире древней магии и тайн исследуйте неизведанные территории где за каждым уголком может скрываться что-то невероятное готовьтесь к эпическим битвам с новыми боссами которые заставят вас попотеть найдите и освоите новое крутое оружие доспехи которые помогут вам в сражениях погружайтесь в новое задание узнаете еще больше на мифологии в мире элден ринг а еще from software выпустила преждевременно обновление 1.12 ранее раздражающие баги которые портили вам удовольствие от игры наконец-то исправлены включая проблемы с анимацией и взаимодействием с окружением более того теперь игра работает еще плавнее и стабильнее на разных устройствах а еще немного подкрутили баланс чтобы сражения были еще более захватывающие и честные from software продолжает удивлять и радовать своих фанатов исправленные баги и улучшенная оптимизация заметно повышает комфорт игры делая путешествия по между зиме еще более захватывающим оделся добавляет глубину и масштаб который делает мир элден ринг еще более богатым и увлекательным новое дополнение предлагает уникальные испытания и приключения которые обязательно понравится как ветеранам так и новичкам игроки могут ожидать свежих эмоций от эпических сражений и интересных сюжетных поворотов элден ринг продолжает удерживать планку качества и с каждым обновлением и дополнением игра только крепчает после успеха оригинальной игры от dlc ждали чего-то невероятного многие критики в восторге от того как shadow of the rt расширяет мир элден ринг новые локации враги и квесты и предметы все это было встречено на ура геймплей как и ожидалось остался на высоте с той же сложностью и увлекательностью за которые мы любим from software однако не обошелся и без замечаний некоторые боссы показали слишком сложными даже для ветеранов игры графика это отдельная песня новые зоны просто напичканы деталями и атмосфера стала еще мрачнее загадочнее критики похвалили from software за умение сохранять визуальный стиль и эстетику оригинала при этом принося что-то новое графическое исполнение dlc это шаг вперед для серии особенно впечатляют новые эффекты освещения и детализация окружения сюжет в shadow of the air 3 продолжает развитие тема алден ринг добавляя новые повороты и глубину персонажам критики оценили как история дополнения вписывается в общий нарратив игры в общем shadow of the air 3 был встречен тепло как критиками так и игроками dlc расширяет и углубляет опыт оригинальной игры предлагая новые вызовы и приключения высокие оценки от ведущих игровых изданий подтверждает что from software вновь удалось создать что-то действительно крутое если ты фанат элден ринг это дополнение точно стоит твоего внимания shadow of the air 3 доступен в нескольких изданиях обычные издания можно купить за 39 долларов а также доступны deluxe за 99 и collector's editions за 249 включающие дополнительные физические и цифровые бонусы я на днях тоже поиграв в элден ринг с дополнением на steam deck также и на xbox я поиграл на series x игра стал еще лучше в общем всем советую если не играли то конечно же покупайте и просто наслаждать закатывайте до дыр еще одним важным событием стала информация о разработке цивилизацион 7 выход игры напомню запланирован на 2025 год эта новость вызвала большой ажиотаж среди поклонников серии стратегических игр от фераксис games до фераксис game показали короткий трейлер который создал атмосферу и продемонстрировал художественное направление игры было подтверждено что релиз игры запланировал на 2025 год на пк playstation xbox и nintendo switch новая часть сохранит основные черты серии цивилизации такие как строительство империи управление городами дипломатия и военные компании игрокам предстоит выбрать одного из множества исторических лидеров строить города возводить архитектурные чудеса и взаимодействовать с другими цивилизациями для достижения процветания и исследования неизвестного мира в рамках анонса было упомянуто что игра предложит революционное нововведение и улучшения в геймплее однако конкретных деталей об изменениях и новых механиках не было раскрыто их планируют предоставить в полном геймплей показав летом предположительно в августе 2024 года создатель серии сид мэйр выразил свою радость по поводу предстоящего релиза отметив что цивилизация 7 является кульминацией 30-летнего опыта и инноваций в жанре стратегии alan wake 2 получил новое дополнение которое уже доступно для скачивания она продолжает историю alan wake добавляя новые элементы сюжета и геймплея в делсе night springs игроки смогут управлять такими персонажами как официантка роуз мэригород и шериф тимоти брейкер также были анонсированы физические издания deluxe и коллектор edition для alan wake 2 которые будут доступны этой осенью на релизе я был расстроен что нет физического издания но разработчики услышали коллекционеров и игра появится на полках этой осенью на моей полке появится сто процентов также бесплатное обновление добавит режим фото позволяющий игрокам экспериментировать с освещением фильтрами и настройками камеры для создания уникальных снимков еще одна интересная игра под названием black miss wukong получит официальный релиз уже 20 августа игра основывается на китайской мифологии и обещает захватывающий боевой процесс и великолепную графику визуально эта игра мне напоминает alden ring да кстати очень похоже был показан первый cinematic трейлер который демонстрирует захватывающие сцены из игры и знакомят с главным героем сунь укуном дата релиза как я уже сказал 20 августа игра выйдет на playstation 5 пк а версия для xbox series будет немножко позже закрытыми дверями в рамках мероприятия sgf с 8 по 10 июня были показаны игровые демо сессии где разработчики дали более глубокий взгляд на игровой процесс и мир игры уже доступны предзаказы на стандартное цифровое издание стоимость 59 баксов и цифровой deluxe издание стоимость 69 баксов также будут доступны физическое издание deluxe edition за 169 долларов и collectors editions за 399 долларов но их точная дата выхода пока не объявлена в игре предусмотрены как рукопашные бои с использованием посоха так используя магических способностей заклинаний и трансформаций игроки смогут комбинировать различные виды оружия способности и магические предметы чтобы находить оптимальные стратегии для борьбы с врагами кстати что немаловажно игра основана на китайской мифологии и классическом романе путешествие на запад обожаю игры которые имеют хороший фундамент в виде книги или серии книг можно полностью погрузиться во вселенную созданную автором и разработчиками еще показали quidditch champions игра основана на вселенной гарри поттера будет выпущена 3 сентября 24 года вне игроки смогут участвовать в магических матчах по квиддичу используя свои навыки и тактику для победы для кого это делают непонятно опять же могли просто сделать dlc для хогвартс легаси не думая что как отдельная игра будет пользоваться хоть каким-то спросом кому не пофиг на квиддич во вселенной гарри поттера это точно мне вот пофигу совершенно на квиддич не знаю есть наверняка фанаты но мне он никогда не заходил даже предыдущих частях summer game fest 2024 продолжил традицию быть важной площадкой для крупных анонсов и показов новых игр но на мой взгляд постепенно теряет свои позиции как фестиваль редакторы и критики выразили оптимизм по поводу многих представленных проектов собственно как и мы например продолжение элден ринг и анонс цивилизации седьмой стали абсолютными яркими событиями данного мероприятия а теперь переходим к лучшему шоу этого месяца xbox game showcase 2024 была представлена новая информация о долгожданной игре stalker 2 ртов чернобыль и в новом трейлере показанном на мероприятии была продемонстрирована обширная игровая зона наполнена опасностями и захватывающими моментами также в трейлере показали разнообразные локации включая густые леса разрушенные городские зоны с высокими зданиями а также подземные туннели эти элементы создают мрачную атмосферную обстановку напоминающую серию игр метро игроки смогут сразиться как с людьми так и с различными мутантами а также в игре будут безопасные зоны где главный герой с киев сможет взаимодействовать с другими персонажами покупая оружие оборудование у торговцев и готовилась к новым миссиям собственно все по стандартно но кстати есть намек на мультиплееры скорее всего будет как и в the division по сравнению с предыдущими роликами которые мы видели разработчики улучшили графику и отполировали игру конечно давно пора было это сделать напомню игра использует движок unreal engine 5 и поддерживают технологии люмен и на нет что должно значительно улучшить визуальные эффекты и нам осталось недолго игра выйдет 5 сентября 24 года на платформах пока xbox series xs она будет доступна для подписчика в xbox game pass с первого дня выпуска так что покупать на релизе не придется наконец была представлена новая информация о стоит of decade 3 игра которую мы ждем с нетерпением с андреем потому что являемся фанатами выживалок в зомби апокалипсисе новый трейлер продемонстрировал значительно улучшение и нововведения но по нему также видно множество повесток которые сейчас пропагандируют различные меньшинства что на мой взгляд не есть хорошо привет netflix и ему подобное сюжет игры развернется через несколько лет после начала апокалипсиса трейлеры показали элементы геймплея такие как интенсивный бой с зомби кооперативное взаимодействие для защиты группы выживающих а также характерные моменты как классическое для серии сбивания зомби дверью машины одной из ключевых особенностей игры станет возможность совместного прохождения в большом открытом мире с другими игроками что добавит глубины и динамичности взаимодействия с нпс и другими элементами игры ранее обещали проработанный сюжет по сравнению с предыдущими частями надеюсь это не испортит игру я думаю не испортила кроме того в state of decay 3 все-таки появятся животные зомби видимо олень в первом трейлере который был неожиданностью для самих разработчиков влиял на это решение посмотрим на разнообразие на релизе разработчики undead labs активно сотрудничают с Obsidian Entertainment для реализации этой и других новых функций игра будет доступна на xbox series xs и pk а также будет включена в xbox game pass с первого дня релиза в целом state of decay 3 обещает стать значительным шагом вперед для серии предлагая более проработанные и обширный мир с новым возможностям для выживания и кооперативного геймплея ждем с нетерпением данного проекта также показали call of duty black ops 6 выход этой игры назначена 25 октября 2024 года новый трейлер показал компанию не знаю зачем она зачем они вообще продолжает выпускать этот никому не нужный режим по моему в компании никто не играет можно было оставить просто многопользовательскую игру и собственно никто бы не расстроился еще не может не радовать возвращение режима зомби также игроки смогут наслаждаться новыми механиками такими как он не movement и улучшенным престиж режимом в общем очередная колда собственно ничего и не меняется из года в год в общем конвейер неожиданно для всех анонсом стал doom the dark ages это будет шутер от первого лица который послужит приквелом для doom 2016 года и doom eternal действия игры разворачиваются в мрачном средневековом сеттинге что является значительным отходом от привычных для серии футуристических тематик игроки возьмут на себя роль легендарного doom фэйр который будет сражаться с сортами демонов используя разнообразное оружие включает дробовик пилу щит и плеть в игре также будут присутствовать элементы управления огромным мехом атлантом и езда на кибернетическом драконе выход doom the dark ages запланирован на 25 год игра будет доступна на платформах и бокс серия success playstation 5 и пк а также будет включены в подписку геймпас был представлен геймплейный трейлер age of mythology это переиздание популярной стратегической игры обновленная версия будет сочетать лучший элемент оригинал с современным дизайнами графикой игра выйдет 4 сентября 2024 года и будет доступна на пока и консолях а новый трейлер а вот раскрыл детали сюжетной линии показал некоторые игровые механики игра созданная obsidian entertainment предложит игрокам захватывающие путешествия где им предстоит остановить таинственное явление под названием dream squarge релиз запланирован на 2024 год рой был показан геймплейный трейлер который дал представление о боевой системе и мире игры трейлеры демонстрируют сражение с использованием мечей пистолетов и магии что позволяет игрокам комбинировать различные стили боя главный герой являясь эмиссаром императора эйдира начинает свое приключение в портовом городе парадайз расположенным в живых землях где игроку предстоит исследовать напряженные отношения между различными фракциями и бороться с угрозами под названием dream squarge одним из новых спутников представленным в игре является геата который поможет игроку в его приключениях вообще где будет несколько компонентов которые будут сопровождать главного героя в трейлере был представлен первый из них это кайк каждый компонент будет иметь свою историю и уникальной способностью что добавит глубины игровому процессу и взаимодействием и валт разворачивается в мире и оры знакомым поклонникам серии pillars of eternity живые земли где происходят события игры полно уникальных ландшафтов и опасности что делает исследование в мире увлекательным и разнообразным игра достаточно интересно выглядит и обещает стать одним из самых ожидаемых релизов 2024 года по крайней мере для нас стоит отметить что obsidian выпускает качественные игры предлагая богатый сюжет захватывающий геймплей и детально проработанный мир для каждого проекта надеюсь и в этот раз не подведут также был анонсирован приквел популярной франшизы gears of war который расскажет историю первого дня войны с локустами игра обещает динамичные сражения и глубокий сюжет посмотрим что будет на релизе показали также немного информации о дополнение shatter space для starford и наконец завезли поддержку модов теперь можно накатить русский язык для субтитров и меню на xbox но данный мод ломает звук в игре как собственно и платные моды ждем исправлений со стороны беседки кроме того были показаны новые трейлер для таких игр как фейбл которую я ожидаю с нетерпением assassin creed shadows но о нем чуть позже поговорим и perfect dark о котором стоит поговорить более подробнее потому что проект является очень интересным трейлер и была показана главная героиня джоанна дарк выполняющий задание футуристическом каире игра предлагает смесь элементов шутера от первого лица иммерсивных симуляторов и стелс-экшена джоанна дарк будет использовать как рукопашный бой так и огнестрельное оружие а также различные гаджеты для выполнения миссий игра разворачиваются в мире который страдает от экологических катастроф джоанна дарк должна раскрыть заговор и остановить преступника даниэля каррингтона который угрожает жизнью миллионов людей игра разрабатывается на движке андреон джин 5 а в создании участвуют студии за инициатив и кристал динамикс а также за колишен известная своей работой с этим движком хотя точно дата выхода игры еще не объявлено представленный геймплей значительно повысил интерес к проекту на мой взгляд это было самое лучшее шоу хотя фил умеет все преподнести красиво а потом кормить фанатов завтраками главное чтобы не было переносов а теперь обсудим юбисофт форвард 2024 который представил множество интересных анонсов и обновлений для текущих и будущих игр юбисофт представил новый трейлер и геймплейные кадры для star wars outlaws действия которые разворачиваются в открытом мире игрокам предстоит играть за девушку подростка кей west пытающийся выжить в мире преступников эта игра обещает глубокую историю разнообразные миссии обширный мир для исследования я очень жду данный проект наконец-то будет огромный интересный открытый мир игра предлагает обширный открытый мир как сказал андрей состоящий из нескольких планет каждый из которых имеет свои уникальные биомы и окружения игроки смогут свободно перемещаться между планетами исследуя разнообразные локации начиная от густых джунглей до городских улиц геймплей включает себя разнообразные боевые механики в том числе перестрелки и рукопашные бои будет доступна система скрытности позволяющий игрокам подходить к миссиям с различными тактическими стратегиями были показаны наземные транспортные средства и космические корабли которые игроки могут использовать для перемещения погоня на транспортных средствах станет важной частью игрового процесса добавляя динамику и экшен главная героиня игры смелая и находчивая преступница которая стремится вырваться из-под контроля империи и криминальных синдикатов ее напарник робот помогает кей в различных ситуациях будь то бои скрытность или хакерство действие игры происходит в период между фильмами империя наносит ответный удар и возвращение джедая игрокам предстоит исследовать теневой мир галактики основной темой является борьба за выживание в поисках свободы в мире наполненном опасностями и предательством в игре будет система которая позволяет врагам преследовать игрока если он попадает в их поле зрения или нарушает законы игроки смогут взаимодействовать с разнообразными персонажами влияя на сюжетные линии и исход миссии любисов форвард 2004 представил star wars outlaws как амбициозный проект способный предложить игрокам глубокий и захватывающий опыт популярной вселенной звездных воин игра выйдет в 2024 году хотя точная дата еще не указана показали assassin creed shadows игра предложит игрокам новую историю и сеттинг а также улучшенную механику скрытности и боя разработчики обещают более глубокое взаимодействие с миром игры и расширенные возможности для исследования интересно что получится в необычное для ассасина культуре assassin's creed shadows приносит серию феодальную японию игроки смогут управлять двумя персонажами на его и ассасинами с провинции иго и я сука и африканским самураем основанным на исторической личности японцы уже показали свое недоумение о самурае из африки опять же очередные повестки если честно уже надоедает подобная пропаганда в игре будут представлены две разные игровые стилистики это скрытность и прямой бой в гейплейном ролике персонаж продемонстрировал свои скрытые способности используя различные инструменты такие как крюк для передвижения по местности куная для бесшумных убийств и возможность ползать через высокую траву залезая на здание а второй персонаж я суки в свою очередь показал свои боевые навыки с использованием массивного каннабо и катаны мир игры будет динамическим с изменением сезонов и погодных условий которые будут влиять на геймплей например в ночное время и под дождем не будет труднее заметить зависимости от сезона игроки смогут использовать различные укрытия и подходы для выполнения миссий assassin's creed shadows выйдет 15 ноября 2024 года на playstation 5 и xbox сервис xs и пк юбисов также поделились новыми подробностями об игре xdefine бесплатном шутере который обвиняет элементы из различных франшиз компании таких как том клинтис за дивизион cost of reckon и splinter cell игра предложит динамичные мультиплеерные бои и различные режимы игры во время презентации было объявлено о планах по обновлению таких игр как rainbow six edge и school and bounce для rainbow six edge готовятся новые оперативники и карты от school and bounce получит дополнительный контент и обновление для улучшения игрового процесса как бы юбисофт не старались из всего что они делают получается assassin's creed или far cry это как сыграв однажды в кино супермена ты всегда будешь суперменом и это шоу было не самое плохое на мой взгляд не так давно прошел nintendo direct презентация длилась около 40 минут и была сосредоточена на играх для nintendo switch которые выйдут во второй половине 2024 года отметим те которые нас заинтересовали больше всего из представленных игр главное внимание фанатов привлек анонс metroid prime 4 beyond который выйдет 2025 году хотя трейлер не содержал большого количества информации он подтвердил что игра все еще разрабатывается об этой игре говорили с релиза nintendo switch так что ждем разработка идет полным ходом и фанаты могут ожидать новостей в ближайшие месяцы скорее всего игра выйдет на закате nintendo switch текущего поколения и будет перевыпущена на nintendo switch 2 как это и было сделано зельда бросов the wild а что касается зельда на nintendo direct была анонсирована за legends of zelda ecos of the window эта игра выйдет 26 сентября в ecos of the window впервые в серии будет возможна игра за зельду как за главного героя игроки смогут исследовать новые земли решать головоломки и сражаться с врагами используя уникальные способности зельда добавить новую механику copy and past то выглядит весьма необычно стилистика игры выполнен как в links awakening этот год посвящается женским персонажам даже если nintendo решили выпустить игру с главным женским персонажем также игра стрей выйдет на nintendo switch этой зимой стрей игроки управляют бездомной кошкой которая исследует город населенной роботами и другими необычными существами основная цель найти дорогу домой с помощью маленького летающего дрона по имени b12 игра изначально выходила на playstation потом был порт на xbox а теперь ждем ее на switch порт на switch должен сохранить все ключевые элементы игры предложив игрокам возможность поиграть в портативе еще один порт который привлек наше внимание это darkest dungeon 2 библиотека хороших игр с каждым разом пополняется конечно не только за счет эксклюзивных игр nintendo но и за счет хороших инди-проектов еще один интересный проект лего horizon выйдет на switch игры лего особенно заходят на этой портативки у меня в коллекции есть все выходившие до этого момента игры неспешный геймплей сюжет по мотивам популярных фильмов и игр много юмора идеально подойдет для switch в общем игрушка еще показали золотой nintendo switch light посвященный зельда я ждал light solid экраном с удовольствием бы добавил бы все в коллекцию портативок но увы его не представили в общем выпускать будут в новом корпусе обычно light спорное решение учитывая предстоящий выход switch 2 хотя для коллекционеров возможно зайдет и в золотом корпусе опять же привет amazon сотни вариантов корпусов по цене от 20 евро в общем и выше это были главные новости за неделю даже скажем так за две недели потому что мы одну пропустили надеемся что вам было интересно до новых встреч и хороших вам игр чау чау ари дарчи найдите освоите новое оружие и досу оружие оружие кукой тебе дать галкалтаз в ней игроки смогут участвовать в магических матчах по квит дичу и дичу ты говоришь как а как правильно видишь а по квит дичу игра предлагает сменить пол и тело кунай и куда кунай для бесшумного убийства у меня другое представился ну давай тихонько кунай для бесшумных убийств возможности ползать через высокую траву давай все я просмеялся погнали у нас для бесшумных убийств кустанай ну ладно все кунай